ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИИ Вы думаете, человек прожил 72 года, 46 лет служил в нашем флоте, из них 40 лет побеждал, победил во всех сражениях, не потерял ни одного корабля, ни один его матрос не попал в плен и всевышний его берег ни одной царапины во всех сражениях. Мы всегда поддерживали военно-патриотическое воспитание нашей молодежи и фракция за последнее время провела три крупных слушания, посвященные воспитанию и деятельности нашей школы и вузовской системы. Но, к сожалению, по-прежнему, несмотря на наши требования, внесенный закон образования для всех и поддержку науки, тем не менее, многие учатся по соровским учебникам и по программам, которые совершенно не отражают нашу героическую, полководческую и трудовую деятельность. Мы пожелаем нашим ребятам и командирам успешно и далее проводить эту сложнейшую операцию, но наша команда подготовила реальную программу 20 шагов в достойной победной жизни каждого гражданина укрепления, связи и контактов с братской Украиной. Я недавно из уст даже высокопоставленного чиновника услышал, что я не могу назвать украинский народ братским. Извиняюсь, это не просто глупость, это недопустимое высказывание. Украинский народ попал в лапы нацистов-бандеровцев, американских царушников и сам оказался плененным. Мы должны все сделать для того, чтобы в ходе этой операции избавить Европу и всех нас от нацизма и той жуткой опасности, которая грозит каждому из нас. Мы наставили на необходимости провести слушание и одновременно парламентское расследование по так называемым лабораториям. Я не раз вам напоминал о том, что это не просто лаборатории, это место, где выращивается всякая жуткая проказа и зараза, которая может быть смертельно опасной для любого народа и любой страны. Но американцы обложили нас не только почти 700 военными базами со всех сторон, но одновременно по всей южной границе от Львова до Алматы выстрелили целую серию таких лабораторий, где выращивают всевозможные штаммы и бактерии, которые в состоянии поразить все живые организмы. Еще раз напоминаю, что отряд 731, которым японцы проводили самые дикие испытания на жизни людей, в полном составе был эвакуирован американцами в Соединенные Штаты. Там даже лаборатория называлась под тем же 731 номером, и они умеют это делать. Вы можете полистать страницы их войны с Кореей, с Вьетнамом, где они уничтожили почти 3 миллиона мирных граждан, распуская всякие болезни и осыпая целые страны своими отравляющими веществами. Я считаю, что нам надо не просто расследовать эти материалы, а их внести на рассмотрение и Советы Безопасности, и ООН, потому что эта угроза связана с жизнью практически не только граждан нашей страны и Украины, но и всей Европы. Я надеюсь, что мы эту операцию доведем до конца. Но самым сложным заданием это будет денацификация. Проще ее назвать борьба с нацизмом и фашизмом. Мы вместе с нашей командой, еще раз благодарю Новикову и всех наших товарищей, обобщили все материалы десятилетней борьбы с нацизмом в гитлеровской Германии и ее сателлитах. Мы сегодня вручим этот материал всем депутатам, всем членам Совета Федерации. Я ее отправил президенту и Совбезу, членам правительства и Мишустину, и надеюсь, что в каждом парламенте нашей страны они рассмотрят результаты этой работы. Уверяю вас, если вы выйдете на улицу и ста человеком зададите вопрос, как мы 10 лет боролись с этой заразой, вам никто не ответит. Но в силу того, что мне пришлось служить три года в группе Советской войны Германии и контролировать деятельность почти тысячи эсэсовцев, которые проживали в городе Гирина, в юго-востоке Германии, мы имеем уникальную. Я хочу обратить ваше внимание на опыт борьбы с нацизмом не только в Германии, но и в Венгрии, и особенно в Финляндии, с которой мы за 6 лет вели две войны, но все сделали для того, чтобы нацизм не пустил глубокие корни в финское общество, заключили с ними пакт не только о мире и добрососедстве, но и взаимной поддержки. И он успешно выполняется. Сегодня американцы пытаются сломить общественное мнение и направить его в русло русофобии, но у них не получается, уверяю вас, не получится. Одновременно наша программа предусматривает прежде всего поддержку граждан нашей страны. Считаю, что те 8,5%, на которые увеличиваются наши пенсии и социальные пособия, это явно недостаточно. Надо принимать наш закон о том, что минимальная зарплата 25 тысяч рублей, и все сделать для того, чтобы не сокращались рабочие места. Одновременно надо принять закон образования для всех и подготовки новых образовательных программ. Я считаю, что те слушания, которые мы провели здесь в Думе, те рекомендации, которые направлены президенту и правительству, позволят принять это довольно быстро. Все готово. Дело за Единой Россией. Но, к сожалению, Единая Россия не желает энергично работать, прежде всего в поддержке нашего отечественного производства. Мы подготовили программу работы и развития нашей авиационной техники. Причем это можно сделать довольно быстро. Я надеюсь, что этот вопрос Совет Госдумы не отложит в дальний угол, а все сделает для того, чтобы мы вместе с авиаторами в ближайшее время обсудили удвоение финансирования и поддержки отечественной авиационной промышленности. Но для этого надо удвоить расходы на станкостроение, робототехнику, электронику и искусственный интеллект. Прошлый раз два шага в этом направлении сделано, но по-прежнему кто-то тормозит. На мой взгляд, финансово-экономический блок. Одновременно считаем исключительно важно расследовать, куда и по какой причине исчезли 300 миллиардов долларов, которые мы перекачали в другие банки. Кто разрешил вывезти за последние два года 600 тонн золота, которые добыли. И кто проталкивал и лоббировал решение о том, чтобы золотовалютная выручка оставалась в иностранных банках. Если бы приняли наше предложение, которое вносил еще в ноябре Кумин, у нас бы с вами золотовалютные резервы были гораздо больше. И хочу напомнить, что говорят, не решат, не поддержат, поддержат. Америка нас признала в 1933 году. У них разыгралась депрессия в 1929. И когда наши эмиссары и послы приехали в Форду, ему сказали, да, нет дипломатических отношений с вашей страной, да, ваши банкиры наживаются на этом кризисе, но ваше производство завтра остановится и не в состоянии будете решать свои промышленные задачи. Он сказал, что поставьте нам новое оборудование и новое предприятие. Мы с вами рассчитаемся золотом. И если вы посмотрите на все крупнейшие предприятия, которые помогли нам одержать победу над фашизмом, во многом с их становлением и развитием способствовал в том числе и американский промышленный производственный капитал. Этот капитал и в Америке, и в Германии, и во Франции, и в той же Японии абсолютно не заинтересован в тех санкциях, которые накладывают на нашу страну. Поэтому я предлагаю плотнее работать на этом направлении, ибо цены, которые растут в Америке, в Европе на горючее, на электроэнергию, на многие другие вещи, уже не позволительны и не конкурентоспособны для их экономики. А с другой стороны, вот сейчас говорят о лекарствах, полезные цены, если бы мы шевелились поэнергичнее, если бы те, кто нам все время говорили об импортном замещании поменьше врали, мы бы давно приняли решение и заместили их теми лекарствами, которые прекрасно изготавливает Индия, она в состоянии наш рынок пополнить в течение двух-трех недель. Я уж не говорю об электронике, наш заказ китайцы выполнят за несколько дней. Так что мы считаем, что из военно-политической операции этого кризиса надо сделать далеко идущие выводы. Но еще раз обращаюсь и к президенту. Он, выступая в луниках, сказал, я вот здесь чувствую сплоченность и поддержку. Да, чувствуем. Мы за то, чтобы освободиться от нацизма и фашизма. Мы против войны. Мы за мир и дружбу. И все для этого сделаем. Но вот, допустим, прошедшие два дня мы провели по всей стране огромный агитационный пробег на автомобилях. Только в Московской области 700 автомобилей выезжало. У меня на Орловщине десятки, на всех регионах. Я к вам три дня назад обращался и приглашал достойно освещать эти мероприятия. Сейчас смотрел, почти полтора десятка камер и журналистов талантливых. Но ваши начальники все вычеркнули из редакционной почты. Освещение наших мероприятий, даже на фоне необходимости максимальной сплоченности общества, 1,6% от политического эфира. Это грубейшее нарушение закона, элементарных норм и правил. Вы передаете своим начальникам, они играют с огнем. А им не удастся замолчать нашу позицию, нашу программу. Не удастся все перекачать в Единой России, которая и привела к этому системному кризису. Без левоцентрического поворота, без дружбы, справедливости и социализма мы не вылезем из той ямы, куда нас затолкали. А те, кто затолкали, сейчас все спрятались. Не слышно Кудрина. Побежал уже Чубайс покупать китайскую карту. Видимо, денег у нее так многовато, решил перевезти их к юанне. Спрятались грефы, которые нам навязали совершенно чурную нам образовательную программу и торговые порядки. Все спрятались. А сражаются русские нормальные, крепкие ребята. Сражается дружба наших народов. Сражаются полководцы, беря пример Жукова, Ушакова, Василевского, Конева. Всех наших героев мы одолеем нацизм и фашизм. Но для победы над ним нужна реальная сплоченность общества и честная, умная программа по выводу страны на путь социализма и справедливости. Такую программу предлагает Левопатриотический союз и наша партия.